Детское радио представляет Мачты, смотрящие в зенит Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты В парусной мастерской, где я, старый боцман, провожу почти все время Висит на стене старая волшебная карта Вернее, висела Стоило шагнуть за нее И ты мог оказаться на берегу любого океана в любой эпохе Только вот кто-то похитил карту И теперь мы, я, старый боцман и салажата Витя и Света, ученики Академии парусного спорта Построенной для питерских ребят Газпромом Ищем ее по всем морям и океанам Похитители удрали от нас на корабле призраки А мы их догоняем Как-то случился у нас момент отдыха И я рассказал ребятам о старой радиопрограмме Называлась она «Клуб знаменитых капитанов» Мальчишкой мне довелось вместе с ее героями Пятнадцатилетним капитаном Диком Сэндом и Гулливером Отправиться на поиски того человека Что пытался взорвать корабль-призрак Марию Целесту Куда держим курс, уважаемый Гулливер? Может, в Гонолулу? Там швартуются множество кораблей Кто-то из моряков мог слышать о хозяине Марии Целесты И об этом матросе, что в записке предупреждает о взрыве Гарри Джексон Так он подписал письмо Да, только вряд ли он подскажет, где нам искать дальше Смотрите, что я нашел в сундучке Кусок холста Тут рисунки Похожи на детские А может, это индейцы рисовали? Я что-то читала о таких посланиях Ребус какой-то Да, странные рисунки Здесь изображен полумесяц А помните подпись на фотографии? В память о молодой Луне Скорее всего, так звали девушку Это индейское имя Письмо от нее Даже если это так Больше нам ничего не известно Постойте Вот Эта книга случайно оказалась в моей сумке Марк Твен Жизнь на Миссисипи Да Отец Тома Сойера и Геккель Бери Фина Когда-то служил лоцманом на этой реке Подсказывал морякам Как пройти сложные места И не напороться на мель Давайте спросим советы у Марка Твена Он-то уж как следует изучил индейцев Можно попробовать Только настоящее имя Марка Твена Сэм Клеменс Ух, как интересно А я и не знала Марк Твен это псевдоним В переводе с английского Отметка 12 Безопасная глубина на реке Отмеченная на шесте для измерения А потом вы отправились на Миссисипи Конечно И показали письмо Сэму Клеменсу И что вы думаете обо всем этом, Сэм? Так-так Ясно Ну тут все очень просто На первом рисунке Вигвам на колесах И женские косы Это означает что-то вроде Я переехала Голубая извилистая линия Река Бизон Одна нога его направлена в сторону Индейцы называют Миссисипи Рекой Большого Бизона Нога Бизона указывает на поворот реки Вот это да Ни за что не догадался бы А что означает вот это орлиное перо? Видите, оно входит в землю Я слышал о могиле вождя индейцев Каманчей Его звали Орлиное Перо Кстати, в том месте река как раз поворачивает Это совсем недалеко Скоро сами увидите А дальше что написано? Все довольно просто, Дик Вигвам без колес Рядом холм с тремя деревьями Это значит мой дом у холма Там растут три дерева Просто для того, кто изучал язык этих художников А что означает вот это пирога с крыльями? Это приглашение Можно перевести так Приезжай скорее О, да мы уже и добрались Вот ориентиры, нарисованные в письме Я велю спустить шлюпку Вот, держите На всякий случай Это же револьверы Настоящие? Да, старые добрые кольты Дик и Гулливер будут держать их у себя В случае чего они придержат кое-кого на расстоянии Благодарим вас, Сэм Удачи Похоже, Дик В камышах кто-то прячется Где? Это же в нас стреляют Эй, молодой человек А ну мигом, мигом на дно лодки Не то пулю схватите Да, не думал, что подарок Сэма Клеммеса Так скоро нам пригодится Мы пойдем по меридианам и параллелям Поднимать паруса и бросать якоря Ты увидишь штормы, тайфуны и мели В общем, все на земле Покорим мы моря Мачты, смотрящие в зенит Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты Продолжение следует Редует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова